Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от текста из книги Иова, 33 глава, 15 стих, мы зададимся вопросом, является ли грехом блуд во сне? Ну, то, что иногда называется ночное осквернение. То, что называется ночным осквернением, не всегда является вот именно чем-то таким, связанным с истечением семени, ну, в случае с мужчинами. Но иногда так, но чаще это просто какой-то блудный сон, и во сне человек действует в таком каком-то блудном, развратном окружении, И сам ведет себя неприлично, и пробудившись, он испытывает некий стыд, некое смятение, и думает, а могу ли я там пойти в церковь, если накануне, тем более, человек готовился к причастию. Ну, давайте обратимся к книге Иова, у нас 33 глава, 15 стих, но мы прочитаем в контексте, с 14 по 18 стих. «Бог говорит однажды, и если того не заметит, в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом». Если Бог попускает во сне то, что человек не позволил бы себе никогда наяву, это попущение, это некое предостережение от Бога, что это еще дремлет в тебе, это еще присутствует в тебе, оно не растворилось, оно не умерло, оно ждет своего времени. И блаженный Августин, он говорил о том, что когда фантазия действующая и в мышлении говорящего выступает в сновидении настолько, что исчезает различие между нею и действительным телесным смешением, в таком случае немедленно возбуждается и плоть, и следует то, что обыкновенно за этим следует, хотя совершается это без греха, настолько же, насколько без греха, служит предметом речи бодрствующего то, что без сомнения им мыслится, чтобы быть предметом его речи. Вот здесь блаженный Августин отталкивается от чего? Он говорит, мы говорим то, что мы думаем, и видим во сне то, чего желаем и переживаем, как некое похотливое чувство. Иногда человек прячет от себя какие-то ужасные помыслы, чувства, движения. И если Бог попускает тебе какой-то сон, то в этом может быть и такая цель, чтобы через эту встряску указать тебе то направление, где еще надо поработать, где еще надо потрудиться. Итак, во-первых, здесь как бы нету признака вольного греха, потому что действия во сне, они без оглядки на закон, на страх, даже человеческий. И вот первое движение чувственности является греховным тогда, когда ему может воспрепятствовать разум. А если во сне разум не может действовать так же активно, как днем, то не будет и препятствия. Поэтому тут как бы нету свободы выбора. И с одной стороны, хотя это обнаруживает скрытую похоть, но само по себе такое ночное явление не является грехом. Поэтому действие спящего человека, лишенного надзора разума, оно не является грехом. Оно, скорее всего, является неким индикатором, который подсказывает нам, что не так в нашем внутреннем состоянии. Далее. Можно исследовать и использовать вот то или иное видение ночное, даже приведшее к осквернению, для того, чтобы распознать слабость в самом себе. И потом и на исповеди, и принимая какие-то эпитемии, уврачевать вот эти необузданные движения. Во всех случаях, когда природа, она буквально переполнена неким избытком воображений, она даже во сне формирует образы, которые способствуют выведению избытков, накопленных в теле. Поэтому обычно мы ночью во сне переживаем то, что как-то оно обозначено было в течение дня, именно ближайшего прошедшего дня. Поэтому, хотя это не является как бы греховным, нельзя исповедовать, если вам приснился блуд во сне, вы не совершили блуда, вы не совершили прелюбодеяние, но Господь попускает такое видение, даже если дьявол провоцирует это, Он попускает нам для того, чтобы мы поняли, что не так все просто. Потому что иногда человек впадает в иллюзию, ему кажется, что прежний образ жизни никогда к нему не вернется. А если это так? А почему ты видишь такие сны? А почему случаются ночные осквернения? И если говорить о ночном осквернении, оно может быть как душевное, так и плотское, с излиянием семени, то ему предшествуют мысли, какие мы имели в течение дня. И ночное осквернение скорее возникает из размышлений о чувственных грехах, смешанных с вожделением таких удовольствий, поскольку они оставляют некий отпечаток в нашей душе. И когда мы не бодрствуем, расслабляемся, это как-то проявляется. Блаженный Августин говорит, что благодаря доброму расположению души некоторые ее заслуги отображаются даже во сне. Даже во сне. Отсюда можно сделать обратный вывод, что ночное осквернение со стороны своей причины бывает чем-то греховным. То, что мы испытали, пережили, нафантазировали в течение прошедшего дня. И есть еще момент, на который надо обратить внимание. Это такая духовная причина. Когда дьявол ради этого осквернения, или душевного, или телесного, тревожит спящего человека какими-то кузнями. Но реально воздействовать на человека он может тогда, когда он бодрствует. Вот как мы проживаем день накануне сна, вот тут дьявол может некие ассоциации такие создавать, чтобы они привели нас к каким-то греховным помыслам. Так, например, в добротолюбии говорится, что если человек где-то грешил, пусть он старается не ходить по этим местам, где он грешил. Коварство дьявола, оно очень сильно. И вот на Западе в древности на вечерней службе пелось даже такое песнопение. «Обуздаем врага, дабы нечистота наших тел никогда не коснулась». «Дабы нечистота наших тел никогда не коснулась нашей души». То есть если мы обуздаем в помыслах, то не осквернится и само наше тело. И в «Собеседованиях отцов» – это очень авторитетная книга – читаем о человеке, который обыкновенно претерпевал от ночных осквернений накануне церковных празднеств. Было такое трагическое искушение. И это было следствием козни и зависти дьявола, который не хотел буквально допустить этого подвижника до общения со святыми. Если он по зависти не мог опрокинуть подвижника, когда его разум контролировал его чувства, то вот когда в расслабленном состоянии человек спит, и разум немножко отступает от мира чувств, он засыпает, вот здесь дьявол пытается взять реванш. Какой может быть выход из этой ситуации? Молитва перед сном. Молитва перед сном является выходом из такой ситуации. В течение дня мы читаем разные молитвы. Кто-то, кроме утренних и вечерних молитв, имеет какие-то дополнительные правила. Так вот, лучше их отложить до вечера, а не пытаться с утра все их вычитывать. Потому что день мы проводим все-таки в состоянии бодрости разума, когда ум контролирует чувства, а вот ночью, когда есть опасность, пусть последний там час, хотя бы получаса до того, как лечь спать, мы бы бодрствовали в молитвенном делании. И это, как камертон настроит нас на некий духовный лад, порядок и во сне. Итак, друзья, сегодня мы рассмотрели один из сложных текстов Священного Писания. Если будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы продолжим наши беседы. Берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok